Всем привет, ловите очередной топ товаров с Алиэкспресс, из которых я могу поспорить, вам точно что-нибудь понравится. Наверняка каждый хотя бы раз в жизни покупал еду или напитки в торговых автоматах, где нужно закинуть денежку, а после нажать на соответствующую кнопку. Так вот, знали ли вы, что подобные автоматы существуют и для дома? Они, конечно, не такие огромные и функциональные, но со своей задачей вполне справляются. Автомат, одновременно являющийся холодильником, вмещает в себя до 10 банок с газированными напитками. Питается он от сети или прикуривателя. Его габариты составляют 235 на 650 и на 415 миллиметров, а вес 8 килограмм. Я хоть не заядлый путешественник, но считаю, что у каждого человека обязательно должен быть качественный чемодан. Скорее всего, многие со мной не согласятся, ведь качество стоит больших денег. Однако, согласитесь, куда лучше один раз купить и больше никогда к этому не возвращаться, чем менять их каждый год. Специально для тех, кто придерживается моих взглядов, я подготовил вместительный чемодан, одновременно являющийся шкафом. Далеко не все любят раскладываться в отелях, да и в конце концов, иной раз может просто не хватать места. А тут всё под рукой. 5 простых полок для вещей, большие карманы под технику, замок, защищающий всё добро. Одни плюсы. А это контейнер для хранения зелени в холодильнике. Выполнен он из прозрачного пластика, нижняя часть заполнена водой, которую нужно менять приблизительно каждые 2 дня. Благодаря таким условиям зелень дольше сохраняет свою свежесть и аромат, а также не впитывает другие запахи. Как отмечают пользователи, на срок контейнер никак не влияет. 6 туалетная пианино, а почему бы и нет, это специальный коврик с вырезом под унитаз, на поверхность которого нанесены клавиши. На каждую можно нажать, но только делать это нужно не руками, как все привыкли, а ногами. Пытается устройство от батареи, для экономии заряда через 60 секунд после последнего нажатия происходит автоматическое отключение. Наверное вы зададите логичный вопрос, а где же здесь динамик? Он располагается на одном из уголков, рядом с кнопками смены режимов, которых здесь 3. Что ж, учитывая то, как много времени мы проводим сидя на белом троне, через месяц после начала репетиции, каждый научится играть лунную сонату. Многие животные не любят фотографироваться, постоянно убегают или отводят взгляд от камеры. Но бывают случаи, когда нам ну очень хочется запечатлеть моменты. И сделать это можно с помощью специальной селфи-палки для четвероногих. В отличие от привычной, она служит креплением не для смартфона, а для вкусняшки. Увидев ее раз, животное больше не сможет отвести глаз и будет постоянно смотреть в одну точку, пока не получит своего. По-моему, это отличный способ заставить сидеть на месте даже самого активного питомца. Солнцезащитные очки большого размера существуют уже давно. Но китайцы довели эту модную тенденцию до крайности, представив линейку, покрывающую практически все лицо. Многие говорят, что это уже не очки, а солнцезащитный козырек, но производитель считает иначе. Модель представляет собой большую поляризационную линзу с ультрафиолетовым фильтром, закрывающим все лицо. Она имеет дужки, как у обычных очков и держится на голове владельца по тому же принципу. Глядя на аксессуар, становится ясно, что он скорее модная штучка, чем практическая вещь для ежедневного использования. А как считаете вы? Пишите свое мнение в комментариях. Светящиеся вещи всегда привлекали нас больше обычных. И кто бы мог подумать, что когда-то появятся дозаторы для мыла с подсветкой. Никакой практической пользы они не несут, но комната становится красивее. Устройство активируется в момент, когда происходит движение. Спустя 30 секунд подсветка автоматически отключается. Переключаются цвета с помощью кнопок на нижней панели. А это самый настоящий шпионский девайс. Он представляет собой часы, с помощью которых можно взламывать и создавать поддельные сети Wi-Fi, сбивать с толку трекеры и просматривать трафик на небольшом OLED-дисплее. Эти часы также оснащены микроконтроллером ESP8266, двумя лазерами, действующими на расстоянии 100 метров, и батареей мощностью 800 мАч, обеспечивающей работу устройству в течение 7-8 дней. В целях вашей же безопасности я настоятельно не рекомендую использовать эти часы со злым умыслом. Что может быть веселее, чем устроить мыльное шоу с пузырями или мыльные перестрелки, обстреливая своих друзей каскадом мыльных пузырьков? Специально для таких случаев и существует Bubble Gun. Одно нажатие на кнопку и сотни шариков пускаются в небо. Так что веселая и радостная атмосфера на любом мероприятии гарантирована. Не сомневаюсь, что такая игрушка сумеет порадовать и взрослых. Я вот, например, с огромным удовольствием взял бы такую базуку на пенную вечеринку у бассейна. Как же прекрасно пройтись босиком по тёплому пружинищему мху где-нибудь в лесу, любой с зеленью и слушая пение птиц. Но если леса поблизости нет, тогда хотя бы прогуляться по маховому ковру в своей ванной комнате. Швейцарка Нуген Лячан создала по-настоящему странное и необычное изделие. Для него она использовала три разновидности мха – лесной, шаровидный и соокеанических островов. Несмотря на то, что растения живые, за ними не нужен практически никакой уход. Чтобы расти мху достаточно искусственного и не самого яркого освещения, а необходимое количество влаги коврик получит из воздуха, а также в момент касания к нему мокрых стоп после душа или ванной. Основой послужила подложка из плотного искусственного материала, поверхность которого состоит из полусферических ячеек. Для высаживания мха не нужен ни субстракт, ни грунт. Молодые ростки сажают прямо в выемки. А как вам такой вариант эко-коврика? По-моему, очень даже интересно. А это устройство создано для тех, кто не ест утром, исключительно из-за своей лени. Всего за пару простых движений оно приготовит вкуснейший яичный ролл. Всё, что требуется от человека, это добавить в эко-кукер немного масла, а после влить взбитое яйцо. По желанию в ролл можно включить и, например, сосиску или колбасу, сыр, зелень, а также любые другие ингредиенты по вкусу. Работает устройство от сети и приблизительно время ожидания завтрака 10 минут. Как говорится, бон аппетит! Если слыша слово конструктор, вам первым приходят в голову огромные разноцветные блоки, из которых максимум, что выйдет собрать, так это башенку, то я спешу вас обрадоваться. Современные конструкторы – это самое настоящее, не побоюсь этого слова, искусство. Вот, например, механический ретро-проектор, или, как будет правильнее, витаскоп. Кто не знает, что такое витаскоп – это один из ранних прототипов современных кинопроекторов, обеспечивающих проекцию изображения с киноплёнки на экран при помощи электрической лампы накаливания. Габариты деревянной модели составляют 220 на 130 и на 245 мм. Приблизительное время сборки от 4 до 8 часов, но поверьте, оно того стоит. В результате вы получите не просто интересную, но и работающую модель ретро-проектора. Достаточно будет вращать ручку и наблюдать за движущимися на экране картинками. Никто не рождается с хирургическими навыками, даже самым выдающимся врачам когда-то приходилось начинать с нуля. А знаете, что является одним из важнейших элементов хирургической операции? Наложение швов. Дело это очень тонкое и точное, требующее максимальной концентрации. Но чтобы пройти к идеальному результату, нужно ведь где-то тренироваться, правильно? Не на человеке же. Для такой цели существуют специальные тренажеры, имитирующие человеческую кожу и обладающие той же эластичностью, плотностью и сопротивлением. Они дают возможность отработать наложение швов таким образом, чтобы врач, оперируя пациента, выполнял уши в раны с минимальной травматичностью без риска расхождения. В комплекте тренажеру прилагаются все необходимые инструменты. Нет идеи, что подарить другу автомобилисту, подари ему брелок, представляющий собой коробку передач. Почему, собственно, нет? Оригинальность он точно оценит. Вдохновение для создания такого изделия послужили оригинальные механические коробки, устанавливаемые на Феррари и Ламборджини. К слову, брелок полностью рабочий. Пружинный механизм создает впечатление мягкого и точного переключения с кликом, как на спортивных машинах. А ручка фиксируется на выбранной скорости. Только это не гоните. Бармена вызывали, а он уже здесь. Представляю вашему вниманию Бар Сайз, робота, знающего рецепты более 2000 различных коктейлей. К ним можно добавить и свои собственные, чтобы расширить список. Здесь предусмотрена установка 5 бутылок объемом 750 мл с базовыми ингредиентами. Кроме того, в Бар Сайз 2.0 есть 3 емкости для модификаторов. Скорость работы миксера регулируется, позволяя как перемешивать, так и взбивать содержимое. А это Байт Хелпер, незаменимый помощник для путешественников и туристов. Он помогает избавиться от зуда и раздражения, вызванных укусами различных насекомых. Для этого устройство задействует тепло и вибрацию, увеличивающую приток крови в выбранном участку. Несколько секунд будет достаточно, чтобы заметить разницу. Для желающих погрузиться в мир водного туризма, я включил в этот список надувную байдарку Explorer K2. Она будет идеальным вариантом как для новичков, так и профессионалов своего дела. Модель изготовлена из высокотехнологичного тросслойного материала, состоящего из двух слоев особо прочного винила, между которыми проложена специальная сетка из полиэстера. Она не боится воздействия агрессивной среды, а также устойчива к перепадам температур. Explorer K2 больше подойдет для озер и спокойных рек. Обтекаемая форма корпуса способствует легкому скольжению, а ярко-желтые полосы делают байдарку заметной на воде, обеспечивая безопасность. Надувной пол дает дополнительный комфорт и маневренность. Максимальная грузоподъемность лодки достигает 180 кг, а ее размеры составляют 312 на 91 и на 51 см. Насосы весла включены в комплект. В походе возможно все. Никто не застрахован от укусов насекомых и других опасных обитателей дикой природы. К этому нужно быть готовым. При укусе змеи многие источники рекомендуют совершенно взаимоисключающие способы оказания первой доброчебной помощи, но все они сходятся в одном. В первые минуты необходимо удалить как можно больше яда. Как раз для этой цели и существует следующий набор. Это экстрактор памп-кит. Главный инструмент здесь небольшой вакуумный насос или же шприц. К нему прилагаются пластырь, бритва, различные насадки, капсулы с веществами временно снимающими боль, а также дезинфицирующие салфетки. Это необычный нож, выполненный в форме двух половинок листика, соединяющихся воедино. Его длина в готовом положении 11 см, 5 из которых это лезвие. Такое изделие не займет много места и может крепиться на связку с ключами или, например, поезд. Но главное преимущество ножа заключается в том, что он всегда будет под рукой. Знаете ли вы, что велосипеды могут ездить не только по дорогам, но и по поверхности воды? И этот гидрофайлер – прямое тому доказательство. Этот необычный транспорт повторяет кинематику велосипеда, у которого есть педали, руль и седло. Дополняют их электродвигатели и батарея, а также грибной винт и подводные карбоновые крылья. Максимальная скорость, до которой можно разогнаться, составляет 20 км в час, что очень солидно. Рама этого коня алюминиевая и подготовлена к использованию в морской воде. Допустимая нагрузка от пользователя до 100 кг, а масса самого велосипеда составляет 20 кг. Существительность прогулки напрямую связана с поддержкой мотора. 4 часа на самом низком уровне и 1,5 при условии максимальной помощи. Покупать сегодня на Алиэкспресс становится не так выгодно, как раньше, но у вас есть отличная возможность сэкономить сервисом Мегабонус. Для этого вам нужно зарегистрироваться на сайте, затем на главной странице Мегабонус вы найдете магазины с повышенным кэшбэком. Прямо сейчас есть Литуаль и там можно вернуть почти 12% с покупки. А недавно был Алиэкспресс, кэшбэк составлял до 30%. Чтобы не упустить Алиэкспресс в следующий раз, регистрируйтесь на сайте и регулярно смотрите магазины с повышенным кэшбэком. Активировать повышенный кэшбэк на сайте очень просто. Также установив мобильное расширение, вы получите плюс 2 к уровню лояльности. А чем выше уровень в программе лояльности, тем выше кэшбэк. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду, который вы видите на экране. Промокод на повышенный кэшбэк активируется только при переходе по ссылке внизу или по QR-коду. Успейте воспользоваться. Вы все наверняка слышали о таких вещах, как клеевой пистолет и компрессор. А знаете, что будет, если объединить их в одно устройство? Получится вот этот пистолет. И знаете, в чём его главная фишка? Это паутина, которая ничем не отличается от настоящей. Устройство питается от сети, отличается простой управляемостью и поставляется в комплекте с 6-ю пластиковыми разноцветными картриджами, которых достаточно, чтобы покрыть площадь 32,5 квадратных метра. Картридж плавится нагревательным элементом в корпусе пистолета, а затем масса выдувается потоком воздуха, превращаясь в тонкие едва видимые нити, которые трудно отличить от настоящей паутины. А это Coral One Ultra. Домашний помощник с уборкой, сочетающий в себе съёмный ручной пылесос и робот-пылесос. Наличие такой функции даёт возможность избавиться от пыли даже в самых узких пространствах, или, например, пропылесосить мягкую мебель. Кроме того, устройство отличается минималистичным привлекательным дизайном, возможностью синхронизации с другими гаджетами и девайсами, а также относительно скромными габаритами. Здесь у меня воздушный пляжный мяч гигантских размеров. Я даже не представляю, как его перекидывать через сетку, отбивать, всей командой или, может быть, всем пляжем. Радует, что мяч мягкий, и если даже он кому-то свалится на голову, ничего страшного не произойдёт. При оформлении заказа можно выбрать размер минимальный 80 сантиметров, максимальный 150. Насос, к сожалению, в набор не входит. На любой вечеринке или другом празднике есть напитки, которые лучше всего употреблять холодными, и я думаю, квадратным льдом уже никого не удивишь. А вот акульим плавником, я заметил, что с красивой формой даже напиток становится вкуснее. Да и в любом случае оригинальность гости точно оценят. Сама формочка силиконовая, из неё очень легко достается льдинке, да и с промывкой проблем не возникает. А это компактный и очень стильный фонарь Time Back 3, напоминающий своей формой рукоять светового меча. Его главной фишкой является наличие фиджет-спиннера, но и дизайн не самый последний, на что обращаешь внимание. Устройство предлагает разнообразные режимы работы, в числе которых даже есть лунный свет. Кроме того, его можно использовать в качестве велосипедной мигалки. Титановый корпус Time Back представлен в нескольких цветах – белый, золотистый, чёрный и серебряный. Далее у меня новый английский словарь. Это книга, которая, как ни странно, пригодится не тем, кто учит английский язык или хочет его потянуть, ведь обложка словаря – это лишь прикрытие. Под ней вместо листов полных новых слов скрывается сейф. Он закрывается на ключ, но можно заказать модели с кодовым замком. В целом тайник довольно вместительный, в него можно убрать как деньги, так и драгоценности или документы. Визуально книга не вызывает никаких подозрений, на сайте её можно найти в разных цветах. В нашем мире есть подвох во всём, что нас окружает, даже в таких самых, казалось бы, простых предметах, как зажигалка. Могли бы вы подумать, что она может представлять собой настоящий шпионский девайс. Я – нет, а это так. С нижней части устройства располагается маленький объектив и кнопка начала записи, а под верхней крышкой спрятан USB-вход, совмещенный со слотом для карты памяти, на которую будет сохраняться весь отснятый материал. Вещь интересная, соглашусь, только вот заказывать её я вам настоятельно не рекомендую, если, конечно, вы не хотите заработать лишних проблем. Фридкон – это передовая и технологическая мото-гарнитура, позволяющая поддерживать связь с другими мотоциклистами, находящимися на расстоянии до 1 км или ближе, слушать музыку, а также получать голосовые подсказки GPS, навигации, не отвлекаясь от вождения. Одним из основных преимуществ устройства является встроенная камера-регистратор. При включении гарнитуры она автоматически начинает запись. Управление осуществляется через специальное приложение на смартфон. А это силиконовая ваза, находка с помощью которой можно быстро и без особых заморочек украсить помещение. Она крепится к любой гладкой поверхности с помощью клейкой основы и подходит для любых живых и искусственных цветов. Главное рассчитать вес, чтобы ваза не упала. Ещё говорят, что не стоит заполнять водой до самых краёв, до середины будет достаточно. На очереди умный контейнер SunnySide, который позаботится о том, чтобы обед был тёплым. Как вы уже могли догадаться, это ланчбокс с подогревом, работающий на солнечных батареях. Устройство способно как разогреть пищу, так и надолго сохранить её в тёплом состоянии. Одного полного заряда аккумулятора достаточно для того, чтобы воспользоваться функцией подогрева до 7 раз. Также здесь предусмотрен термометр, через который можно выставить нужную температуру. В конце концов, далеко не каждому нравится есть горячее. Как по мне, SunnySide – отличная охотка для туристов или же тех, кто часто бывает в путешествиях. Готов поспорить, Gravastar Sirius Pro – это самые необычные беспроводные наушники, которые вы когда-либо видели. Они напоминают космическое устройство, что смотрится действительно оригинально. Кроме того, модель отличается и качеством звука. В основе наушников используются большие динамики с широким частотным диапазоном, что может обеспечить яркое и детализированное звучание аудио любого типа. Микрофон здесь тоже не промах, функция шумоподавления отлично справляется со своей задачей, из-за чего общение доставляет одно удовольствие. Одного полного заряда наушников хватит на 4 часа проигрывания музыки, с кейсом же это 16. Еще одной фишкой таких наушников является встроенная в корпус открывашка. А, забыл упомянуть, корпус выполнен из цинкового сплава. А это креативная открывашка, представляющая собой игральную карту. Благодаря удобному размеру, карту можно хранить даже в кошельке. Толщина металла 1,5 мм. Края, как и основа, очень аккуратно обработаны. Продавец предлагает два цвета на выбор, черный и серебристый. Думаю, это действительно классный подарок другу, любителю карточных игр. Когда, если не летом, хвастаться своими классными солнцезащитными очками, особенно такими стильными? Кстати, знаете, кого они мне напомнили? Механогномов из World of Warcraft. Согласны? Узнали? Пишите в комментариях, если да. Отличной чертой таких очков являются боковые шоры, защищающие от солнечных лучей. Кроме того, не знаю, как вам, а мне очень нравятся круглые линзы. Они всегда смотрятся выигрышно и добавляют изюминку образу. Продавец предлагает очки в разных цветах, так что выбирайте сами, какие лучше подойдут. Это складная стиральная машина, которая будет очень полезна для путешественников, а также для тех, кто частенько бывает в командировках. Внижняя она напоминает небольшую переносную плитку. В раскрытом состоянии плитка превращается в 10-литровое ведро с квадратным сечением. Нижняя часть – это база с электроникой, мотором и управлением. Верхняя – рама с крышкой. Соединяет их мягкая силиконовая стена, складывающаяся гармошкой. Устройство подключается к обычной сети и вмещает в себя до 1 кг одежды. Зимнюю куртку, конечно, не постираешь, но вот футболки, кофты и даже джинсы, почему бы нет? Время стирки регулируется на нижней панели. Наверняка каждый знает о существовании так называемых сумок-холодильников, которые будут незаменимы для людей, любящих путешествовать на машине. Оказывается, что-то подобное придумали и для туристов. Только вот это не сумка, а довольно вместительный рюкзак, который абсолютно не зависит от питания. Он защищен от попадания воды внутрь, не боится проколов, а также способен выдержать даже самые суровые условия. Кроме того, обратите внимание, здесь нет молнии, вместо неё используются магнитные застёжки. Как отмечают довольные пользователи, рюкзак полностью оправдывает ожидания. Наушники, как и любая другая техника, нуждаются в современной чистке. Многие используют для этой задачи буквально всё, что попадётся под руки. Зубные щётки, зубочистки, ватные палочки и так далее. Но всего за 70 рублей можно приобрести специальный инструмент, который заменит каждый вышеперечисленный предмет. Он выполнен в форме пишущей ручки и не займёт много места в сумке. В арсенале этого аксессуара для очистки есть перо для небольших отверстий и зазоров, щёточка для сетки динамиков, а также тампон для ухода за футляром в случае, если наушники беспроводные. Это очень удобный клеевой пистолет, который будет гораздо меньше обычного. Его приблизительные габариты составляют 11 на 4,5 и на 2,5 сантиметра. Аккумулятор ёмкостью 2000 мАч, которого хватит на 2 часа пользования. Затем потребуется подзарядка, на которую уйдёт 2,5 часа. При заказе можно выбрать комплект с 20 или 120 стержнями разных цветов. Это необычная левитирующая рамка для фотографии, которая послужит оригинальным украшением рабочего места или даже всей комнаты. Специальные магниты позволяют ей висеть в воздухе, создавая магический и очень залипательный эффект. Всё это сопровождается яркой подсветкой, с которой даже не нужен ночник. Кроме того, фотографию можно заставить кружиться, для этого нужно слегка задеть рамку. Для работы требуется подключение к сети. А это Bluetooth-колонка, способная заменить собой ночник и FM-проигрыватели. Ночник имеет несколько цветов с регулируемой интенсивностью. Чтобы выбрать наиболее подходящий под настроение и настроить яркость, достаточно коснуться верхней сенсорной панели. Распроизводить музыку можно тремя способами. Через беспроводное соединение, с помощью SD-карты, а также прямым подключением к компьютеру или ноутбуку. Панель управления музыкой располагается снизу. А это станция для расфасовки домашнего питания. Чаще всего я использую для приготовления пюре из овощей или фруктов, но можно придумать и что-нибудь своё. В комплекте также приходят пакетики, выполняющие роль упаковки. Для того, чтобы их наполнить, нужно сделать пару простых движений. Установить пакетик, а после прижать получившуюся смесь сверху. Станция будет особенно полезна для мамочек, маленьких деток, чтобы готовить им лёгкий, вкусный и натуральный перекус. Ну а если тебе понравилось это видео, то обязательно ставь лайк, пиши комментарий и участвуй в конкурсе на этот телефон. Итоги будут после 1000 лайков.